Почти полувековая труба. За последние несколько лет на этом участке на улице Попова произошло 9 повреждений. А ведь от магистральной сети запитано 435 домов. То есть от этого зависит более 100 тысяч жителей. На техническое переоснащение участка, которое было так необходимо, выделено 25 миллионов рублей. Ремонт завершат досрочно к 1 сентября. Активно происходит здесь развитие, строительство. Если смотреть по этой стороне, левая часть от Павловского тракта вся застроена. Для того, чтобы новые дома получили тепло, не в ущерб микрорайонам, мы здесь увеличили диаметры. От этого участка также зависит отопительный сезон почти в 30 детских садах, 12 школах и в 13 лечебных учреждениях. Руководители медицинских организаций накануне посетили объект. Для медицинского процесса крайне необходима как раз таки и теплая вода, и соответственно отопление в зимний промежуток времени. И здесь хотел бы сказать спасибо за то, что все-таки переклад этих труб произошла без отключения нас от горячей воды. На данный момент достаточно немало обращений и жалоб от граждан поступает именно в отношении вопросов, связанных со сферой ЖКХ. Поэтому мы считаем, что проект «Эффективное городское коммунальное хозяйство» важно, чтобы он реализовывался на всей территории города Барнаула и затрагивал все отрасли хозяйства. Этим летом Барнаульская теплосетевая компания ведет работы на 85 объектах теплового хозяйства города. Ведется замена сетей протяженностью почти 38 километров. В целом на подготовку к отопительному сезону в Барнауле направлено более 2 миллиардов рублей. Все работы помогут уменьшить аварийность на сетях. Добавим, что все работы в Барнауле, влияющие на подачу отопления, завершат до 15 сентября. На данный момент основная часть магистральных сетей большого диаметра находится в высокой степени готовности. Ирина Корчагина, День с толком.